Приветствую всех, друзья! Я нахожусь сейчас на улице Опатова. Покажу вам, что здесь уже снесли, что сносят. Прогуляюсь до перекрёстка проспекта Нахимова и посмотрю на свой дом. А заодно и поговорим по душам. Итак, друзья, это улица Опатова. Но в 2016 году эту улицу переименовали на итальянскую. И это очень странно, потому что Италия здесь не пахла от слова совсем. С советского времени здесь ничего не изменилось. Всё находилось в убогом состоянии. А ведь это один из центральных и густонаселённых районов, где много детей и пожилых людей. Но во дворах не было даже нормальных лавочек, чтобы старики могли присесть. Не было ни детских, ни спортивных площадок. И я имею в виду целых площадок. Потому что здесь были площадки ещё советского времени. И внешне они, конечно, подкрашивались в жёлто-голубой цвет. Это было их максимальное преображение. Это музыкальное общежитие. И оно было в плачевном состоянии многие годы. Теперь оно выглядит иначе. Так вот, школы в городе не ремонтировались. И это факт. Недавно я зашёл в школу номер 9 по этой же улице. И так как сейчас в ней находится администрация, там я подавал заявление на новую квартиру и на ущерб. Жаль, что камеры у меня в тот момент не было. Да, окна и крыша были посечены осколками. И всё это уже в процессе замены. Но классы внутри были целыми. И я был удивлён тем, что ремонт в этой школе, видимо, не делался десятки лет. Полы там были деревянные. В некоторых местах со старым линолеумом. Стены, потолки. Внешний вид просто жесть. И везде стояли старые пианино. Как будто попал в какой-то музей музыкальных инструментов. И таких пианино там было несколько десятков. И все они нерабочие. Состояние этой школы допотопное. А теперь вопрос. Как дети, придя в такую школу, захотят учиться? Это именно та школа, о которой я сейчас говорил. Ну, конечно, как они сказали, школы – это не приносящие дохода предприятия. Сейчас, конечно, в школах и на их территориях, а также и в детских садах, уже ведётся капитальный ремонт. Но если у меня будет возможность, то я вам покажу, как они выглядят изнутри. Приведу вам ещё один, так сказать, пример процветания. В кавычках, конечно. Напротив моего дома, по улице Опатова, постоянно прорывала труба. И вода текла рекой. А в Мариуполе находился один из самых крупных металлургических заводов страны. И они могли бы уже давно поменять трубы, если бы думали о народе и о его процветании. Но нет. Лучше поставить латку. А через одну-две недели вернуться и снова поставить латку. И так без конца. Движение в неправильном направлении. А ничего, что этот же завод бил рекорды по загрязнению окружающей среды, сливая все отходы в Азовское море. И в атмосферу. Особенно по ночам над заводом и в нижней части города стояла зарева. В виде огромного красного тумана. А по утрам на машинах и в квартирах на подоконниках красный слой непонятной пыли. И всем этим мы дышали. Это вы тоже считаете процветанием? Здесь я обращаюсь к тем, кто считает, что Мариуполь процветал. И о подобных фактах можно говорить еще долго. Но если страна ничего не делает для развития своих детей, то какого будущего можно ожидать в таком обществе? Только деградация. Что мы сейчас и наблюдаем. На той стороне уже поменяли историю. Сносят памятники советским героям и основателям русских городов. Восхваляют сами знаете кого. В такой стране будущего нет. Я много лет работал за границей. И мог бы остаться где-нибудь там. Отсюда подальше. Но несмотря ни на что, друзья, меня всегда тянуло домой. А в составе России теперь тянет еще больше. Продолжение следует... Приблизительно месяц назад моя мама подписала уже акт на снос дома. Наш дом готовят под снос. Если честно, немного грустно. Но и в то же время радостно, что моя супруга Габриэла и Луч остались живы. Это самое главное. Друзья, благодарю вас за моральную и материальную поддержку. Это очень мотивирует. Всем здравомыслящим желаю процветания, мира и добра. А спящим желаю прозреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин